Самый интересный анонс всей конференции Microsoft, на мой взгляд, самый неожиданный, потому что многое утекало, но, черт подери, ты ожидал увидеть метро? Нет. И сейчас, ребятки, мы вам расскажем, что мы увидим метро. Метро Эксидас Исход. На конференции Microsoft. Никто не ожидал, что метро, ну, короче, поехали. Поехали. И так, это был второй из трейлеров, которые показали. Я не верил. То есть, вот когда Фил Спенсер вышел и сказал, что сейчас будет игра, которую я очень любил, он сказал про обратную совместимость, сказал про метро. Я думал, что это будет передизайненное первое метро, запущенное с обратной совместимостью. Но я такой, подождите, я такого не помню. И вот пока дверь не открылась, я не увидел места, которые я не видел. Причем это важно сказать, что это не то метро, которое то метро, потому что он открывал карту в самом начале. Да, в новой части будет открытый мир. И по карте, которую персонаж вначале достает, это Волгоград. Ребята, это самый настоящий Волгоград. Мы вот, когда писали новости, мы прям открыли специально карту Волгограда и так сравнили. Ну, да, примерно похоже, прям речка так протекает. Вот на самом деле, знаешь... Это очень круто. Это обидно. Вот, простите меня, жители Волгограда, это очень обидно. Во-первых, обидно, что в Воронеже нет метро, и там никогда не будет метро. А во-вторых, я любил метро за то, что я такой, типа, о, это Павелецкое. Я всегда приезжаю в Москву на Павелецкое. А это Новокузнецкое, здесь я пересаживался на работу. И, то есть, мне нравилось, что, ну, здесь какая-то игра про город, в котором я живу. И я хотел бы, чтобы метро оставалось в Москве. Ну, слушай, у нас уже есть две игры и чертова тучи книжек. Ну, ладно, окей, согласен. И на самом деле, это неплохо, потому что это развитие вселенной. И мир не может ограничиваться одним-единственным вот этим вот городом. Это же то метро, где там троллейбусы ходят. Там то, где троллейбусы, это не настоящее метро. Ну, как можно про это делать игру? Честно говоря, я не помню. Я не читал книжки, но... Нет, я тоже, слава богу. Там то, что про Питер. Там, по-моему, с питерским метро что-то плохое случилось. Там, типа, жизни не было уже. Там все затопило или что-то такое. А, ну, это что-то такое, наверное. Вот. И поэтому вполне разумно, что они решили продолжить вот эту всю историю с Волгоградом, потому что это более дикие места, более насыщенная природа. Я надеюсь, будет драка на родине матери. Вот обязательно. Да-да-да-да. Окей, вот ради того, чтобы залезть в родину мать, как бы это сейчас не звучало... Паша. Ну, там правда-то интереснее. Они играют в штурм-доту. Сходил один раз на эпицентр, блин, и понеслось. Ну, правда. В общем, я не видел там ничего особенного. Ты видел там что-то особенное? Я увидел гигантского крота-медведя, Он был около Кремля в Лас-Лайт. Он уже был. Я не помню. А он был? Я не помню. Он был. Вот. Но именно то, как поставлена вот эта битва с ним, это было очень круто. Арбалет, я думаю, должен внести какое-то разнообразие. Он же менял там патроны, там были какие-то взрывающиеся, не взрывающиеся. Ну, сейчас арбалеты это вообще очень дико модная тема после «Ходячих мертвецов». Нет. Пускают вообще везде. Вот у нас даже на стриме тоже есть очень крутой арбалет, потому что мы стараемся быть в тренде. Мы стараемся быть в тренде. Но надо сказать, что я готов метро видеть в любом виде. Это открытый мир. Это игра про Россию. Этого не хватало. Всеми руками за. Это когда-то разработчиков, которых мы любим. И знаешь, ну, было вообще классно, что Фил Спенсер сказал, что это один из его любимейших шутеров. Ну, и, блин. Никто не знает, насколько можно верить людям на презентациях. Вообще Филу Спенсеру верить никогда нельзя. Если вы окажетесь в баре с Филом Спенсером, он скажет, что вы пойдете домой, смотрите к нему кино, вы не будете смотреть кино, вы будете играть в «Метро Лассу» в метро, однозначно. Не верьте ему. Но в целом я понимаю, что я люблю эту игру. Она была в чем-то неказистая, но настолько душевная, атмосферная. Ну, причем атмосферная. Знаешь, вот душа, вот говорят в играх. И причем тоже важно сказать, что видно, какой прогресс. Разработчики проходили с первой части до второй, потому что «Ласслайт» много исправлял после каких-то огрехов первой части. И теперь мы можем надеяться на то, что в «Экзодес» все будет еще лучше. Я жду. Я, на самом деле, тоже очень жду. Дорогие друзья, делитесь в комментариях. Тем, как вам. А я вам просто напоминаю, что если вам нравится Е3, и вы смотрите, то заходите на e3.onoba.ru. Это наш специальный раздел, который мы сделали, где новости, статьи, там подборки. Никита вот пишет туда, он знает, что там много-много всякого прикольного, крутого. Сделана страничка с помощью Rocket Bank. Также Rocket Bank, вот этот вот банк, предлагает вам побрить меня. Ну, возможно, усы, может быть, в бороду, может быть, на лосо. Все зависит от вас, от того, как вы будете заказывать, активировать карты. Там также вы сможете выиграть PlayStation 4 Pro, вот заказывая карты. Если у вас уже есть карта Rocket Bank, вы сможете просто присоединиться к движухе. И не брить меня, но выиграть PlayStation 4 Pro, еще две PlayStation 4 Pro на bingo, на e3.nobo.ru. Это все там вот в спецразделе, все можно найти, все можно... Дофига движухи. Ничего не потеряйте. И не бойтесь заказывать карты Rocket Bank, потому что там бесплатное оформление, бесплатное обслуживание и крутой большой кэшбэк на покупку игр в цифровых магазинах консолей и Steam. И еще у многих там и Origin, и Gok, в общем, их очень много, повышенный на весь июнь кэшбэк. То есть там за 4000 купили игру, 400 рублей вам вернулось. Rocket рублями. И учитывая, что сейчас большие скидки в PSN, это вообще самое новое. Может быть, даже подзаработать. Я не знаю, как-нибудь. А вы, главное, смотрите e3 в месяц канобу, потому что классно, потому что мы с Максимом стараемся, комментируем, и мы вас очень-очень-очень ценим, ваши лайчики. Так что ждите новых трансляций, ставьте колокольчики, как только их увидите. И до встречи на том же самом сайте. Пока.